Добрый день, дорогие друзья! Есть три группы наших активных гагаринах, ну и не очень, наверное, активных, даже будущих гагаринах, которым бы хотелось помочь приехать сюда и остаться здесь. Часть из них уже здесь находится. И поэтому я вставлю этот ролик, чтобы люди себя узнали и, ну скажем так, поспешили ради своего же, в общем-то, блага. С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Первая группа людей это ребята, которые пойдут на визу по рабочей специальности, которые будут получать сертификаты по прибытию об окончании определенных курсов. В основном идет речь о строительстве, это третий сертификат в плотницких работах, это кровельщики, это маляры и это гипсокартонщики. Но я всегда любил именно работу плотника, наверное, еще это от Иисуса пошло, ну я шучу, конечно. Вот, но когда эти ребята подадутся, мы, в общем-то, вздохнем спокойно, потому что мы откроем новый путь, или, скажем так, путь для нас более новый, путь, который оставит здесь, как я думаю, десятки-десятки ребят. Поэтому те, кто хочет и может по этому пути идти, я приглашаю и приглашаю поторопиться, потому что, ну кто его знает, разные у нас, разные у нас изменения в законодательстве иммиграционном, разные условия для входа, поэтому не всегда они к лучшему. Поэтому давайте поторопимся. Вторая категория ребят, это семьи наших студентов. Дело в том, что чем дольше семьи в разлуке, тем менее они крепкие, потому что если семья в разлуке годами, то это уже не очень-то семья. Чисто из того, чтобы соблюсти, как бы, интересы всех наших ребят, чтобы наше дело выглядело красивыми, и красиво мы действительно все семьи сохранялись. Я очень прошу постараться сделать все возможное, чтобы люди приехали. И более того, приезд семьи дает больше гибкости для того, чтобы по первому, кстати, пойти в варианту. Но не только на рабочие специальности, а чтобы освободились ребята на рабочие, даже не визы, чтобы у них была возможность работать фуллтайм. И это и айтишников касается, ну в большей степени инженерно-технических работников, ну и опять-таки рабочие специальности. Так что давайте поторопимся с семьями, с привозом семей, и это, ну и это очень морально и этично. Последняя категория это, в основном так случилось, это родители, но не только, то есть те люди, которые имеют возможность приехать сюда и остаться здесь по партнерской визе. Вообще любой одинокий человек, который хочет жить в Австралии, может это спокойно сделать. Другое дело, что надо создавать условия, надо и вам, в общем-то, постараться в первую очередь, ну что же будет для вас эту проблему решать. Ну и в общем-то и нам тоже, потому что те люди, которые у нас не имеют возможности остаться профессионально, те люди, которые являются родителями наших студентов, очень многим этим людям можно было бы остаться по партнерской визе в Австралии. И у нас есть наработки, но как-то мы медленно, и вы в первую очередь медленно движетесь. И вот первый, второй и третий такой легион, скажем, вот эти три части наших гагариных, наших активных участников и не очень активных участников нашей системы, нашего движения. Я призываю вас всех все-таки активизироваться, ускорить ваше движение по направлению в Австралию со своей стороны. И естественно, помогу вам всем, чем могу. Спасибо.